Итак, на примере следующего заезда давайте обсудим процедуру старта. Сначала автомобиль подъезжает и размыкает первый луч. Это луч престейджа. Это возвещает о том, что участник готов начинать заезд. Затем встает на стейдж и после этого запускает человек на кнопке, судья старта, светофор. После того, как нажата кнопка запуска светофора, начинает он, в общем-то, давать сигналы. Сначала три желтых поочередно, а потом зеленые. Вот как-то так. Тони Старк. 16,257. 263 км в час на финише. И на Тайкане показал время 17,0. Ну и Квотер, кстати говоря, 10,7. Не лучший заезд, очевидно. А у нас на старте такое... Отец и сын. Не побоюсь этого слова. Ф-8 по левой полосе, а по правой полосе Феррари 488. Надо еще, чтобы 458 была у нас для полного комплекта. Тони Старк и Серый Волк. У нас, собственно, здесь, да, киногерои и герои сказок выступают. Ну смотри, отец пока впереди, что интересно. Да, батя Магет. Но там, я насколько помню, это GTB, он не стоковый. Но F-8, смотри, скидает. Слушай, это был просто парад Феррари сейчас только что. Грязное время, обрати внимание, разница всего лишь 23 тысячных. По чистому времени 16554 у F-8 и 16655 у 488. То есть, это что же получается? Феррари стабильность, как говорится, признак мастерства? Получается так. Красивый заезд. Да, очень красивый. Мне кажется, они договорились. И снова две Феррари. Феррари 812 Superfast. Илья Кикдаун. И Серый Волк. На 488. Нет, ну реально, давайте на вещь. Слушай, парень на Феррари, походу, не знает, как стартовый процедур. Фенесли, какой? Серый Волк? Да, знает он. А Луанч, или это мне показалось? Ну и просто не паримся. Понимаешь? Просто все кайфуют. Это Анлин 500 плюс. Тут как бы все кататься приедут. Слушай, по мне особо заметно, что я кайфовать приехал. Ну ты кайфанул просто на все бабки. А Лун, как говорится, сходил. Не сыграло. Ну, бывает, что же. Так, смотрим. Сергей Савинов ускоряется постепенно. Вот она, магия сликов, кстати говоря. Слики поставил. И 60 футов 1,6. 1,66. Можно еще лучше. Можно прогреться. Получше. Мне кажется, зацепа будет побольше. Еще один забавный, занятный достаточно вопрос по поводу статистики поломок. Какая машина ломается чаще, какая машина ломается реже. На самом деле, современные автомобили, причем, что специально подготовленные для дрэгрейсинга, что вот такие окологородские, все уже достаточно надежные. Потому что дисциплина развивается, появляются какие-то новые, вернее, появляются какие-то проверенные решения. И, соответственно, не так уж и часто поломки случаются. Сергей Савинов и Николай Дюрик показали очень красивый заезд только что. Буквально бок о бок на протяжении практически всей дистанции. По чистому времени РСКУ-3 оказалось быстрее. Редактор субтитров А.Семкин